Студия, здравствуйте, доброе утро, уважаемые телезрители. Мы сейчас находимся на соревнованиях по стрельбе из лука. Здесь на самом деле очень такая серьезная, по-настоящему мужская атмосфера. Сейчас пойдем с вами посмотрим результаты. Рядом со мной находится главный судья соревнований, это Евгений Горковко. Здравствуйте. Здравствуйте. А что сейчас, как вот правильно сейчас будут ребята смотреть результаты? То есть самое главное попасть в мишень, правильно? Сколько это баллов или как правильно сказать? Ну, сейчас у нас начались уже зачетные серии, зачетные выстрелы. Вот вы наблюдаете, что ребята стреляют с 18 метров по 3 стрелы. У каждого своя мишень, каждый стреляет в личную мишень. Вот есть ребята, у кого более такой опыт уже имеется, они у нас стреляют каждую стрелу в отдельную мишень. Также есть ребята, которые только опыт набирают, они 3 стрелы в одну мишень стреляют. Ну, смысл в том, чтобы сделать 60 зачетных выстрелов и набрать вот за 60 зачетных выстрелов максимальное количество очков, это может быть 600 очков. Ну и вот кто сколько сможет по максимуму набрать к 600 очкам. Евгений, пользуясь случаем, поздравляю вас с праздником, с днем защите отечества. Спасибо. Скажите, пожалуйста, насколько это действительно сложно попасть в цель? И я так вижу, что у вас здесь помимо мужчин также много и девушек. Да, девушек у нас, скорее всего, если даже не больше. Сегодня у нас праздник, всех мы поздравляем с праздником. И у нас сегодня вот парни, у нас действительно вид спорта достаточно сложный. Это же стрельба, это стрельба из лука, это вообще сложнейший вид спорта, из стрелковых видов спорта. Если вы научились стрелять из лука, хорошо попадать, то любое другое оружие, огнестрельное, для вас намного будет легче вам это удаваться. И, конечно же, достижение других целей, согласны? Да. Скажите, пожалуйста, насколько вот эти луки, которые у ребят есть, они вообще тяжелые? У каждого своя сила натяжения, то есть индивидуально все подбирается, и стрелы, и луки. Поэтому здесь до 20, вот у молодежи там до 20 килограмм. То есть очень тяжело. Да, очень тяжело. Действительно нужна мужская сила, правильно? Да, мужская сила обязательно нужна. Спасибо вам огромное, Евгений. Скажите, пожалуйста, сегодня до скольки вообще продлятся эти соревнования? Сегодня примерно до 6 вечера, до 18. То есть можно еще прийти? Да, можно прийти. Скажите, пожалуйста, вход бесплатный? Конечно, бесплатный. И адрес куда можно прийти? Это у нас гимназия номер 16, Юридского, 26. Спасибо огромное, с праздником вас еще раз. Спасибо. Уважаемые телезрители, коллеги, напоминаю, что сейчас мы находимся на соревнованиях по стрельбе из лука. И я вам сейчас хочу показать вообще, как выглядит этот лук. И сейчас мы подойдем к одному из спортсменов, зовут его Матвей. И, конечно же, тоже его поздравим с этим праздником. Здравствуйте, Матвей. Здравствуйте. Поздравляем вас тоже с праздником. Спасибо. Можете показать ваш лук, как он вообще выглядит? Вот он. Сколько весит? Я знаю силу натяжения, это 50 фунтов. Весит он со всем снаряжением и кейсом примерно килограмм 10-11. Можете показать, как выглядят ваши стрелы? Очень интересно. Если честно, я раньше вообще не видела такое. Это алюминиевые стрелы. Я их одолжил у своего сокоматника, Тимофеева. Они сами алюминиевые, но, наконец, металлические. Чем вам нравится этот вид спорта? Вот вообще, я так понимаю, что действительно очень сложно попасть в цель, потому что не каждый сможет увидеть такого расстояния. Куда попадать? Ну, мне нравится этот спорт в том, что он очень медлительный и надо вымерять каждый шаг. Ну, постепенно натренировываешься, видеть мишени и целиться. Попробуем с вами еще попасть в цель? Конечно. Давайте попробуем. Так. Покажите, как это правильно. Ну что, коллеги, мы сейчас вместе с Атбием попробуем попасть в цель. Так, натягиваем. Попробуем. Сейчас не наш подход. Не наш подход? Ладно, чуть дальше. Чуть позже это обязательно сделаем. Еще раз вас с праздником. Спасибо вам огромное. Конечно. Коллеги, всем отличного настроения. Вот сейчас можете видеть, что здесь будет очередной подход. Все будут пытаться попасть в мишень, попасть в цель. Этого я, конечно же, и желаю всем красноярцам, всем мужчинам. Всех поздравляем с праздником. Всем замечательного настроения. Приходите сегодня на соревнования. Сейчас посмотрим. Замечательный результат. Коллеги, всем суперского настроения, праздника. Прямо сейчас у нас реклама. Мужчины с праздником. Спасибо. Правильно. Продолжение следует. Продолжение следует...